Приветствую вас, Дарья, мне, конечно, интересно, почему вы называете себя Дашей, а не Дарья, ведь вы Дарья, вот, и, в общем-то, в парадигме вашего вопроса, это, мне кажется, достаточно важный момент, почему вы называете себя именно Дарья. Вашей, но не Дарьей, вот. Смотрите, ваш вопрос, который вы задаете, звучит так. Как вернуть отношения парня? Здесь я бы задал вам встречный вопрос, для того, чтобы лучше понять вас, зачем вам возвращать отношения? Отношения парня-парня. И понимаете ли вы разницу между отношением парня и им самим? То есть, возникает ощущение, что вы хотите вернуть именно отношения человека, но не самого человека. И что значимо и важно для вас то, как он относится к вам, а не он сам. И нужно ли мне добавлять, что означает важность отношения кого-то, а не сам человек. Далее, вы пишите о том, что вы встречаетесь с молодым человеком, у вас и неплохо, но на одной из встреч со друзьями вам написал бывший парень, в котором вы в состоянии алкогольного опьянения ответили и, в общем-то, договорились, я так понял, о встрече. Ваш молодой человек на следующее утро увидел эту переписку и, соответственно, был скандал. Давайте разберем данный эпизод более подробно. Во-первых, то место, где вы отдыхали, были ли вы там одна или за своим молодым человеком? Не нужно списывать на алкогольное опьянение то, что вы ответили бывшему молодому человеку. Если вы ему ответили, значит, вам чего-то хотелось. А значит, со своим текущим молодым человеком вы, ну, не сказать, чтобы удовлетворены на все сто. Вот это вам нужно признать. Это не вопрос, это констатация факта. Алкоголь раскрыл то, что вы хотите. Алкоголь раскрыл и показал ваши бобренности. Вы можете их не видеть. Вы можете их не замечать. Вы можете их отрицать. Они есть. И здесь первый момент, что вы обесцениваете свои желания. Ну, то есть, предпочитаете к ним не прислушиваться. Предпочитаете их не замечать. Предпочитаете пренебрегать ими. В результате подобные ситуации и появляются, и будут появляться. Дальше. Вы говорите о том, что когда молодой человек увидел приписку, то возник скандал. Ну, в скандале участвуют оба партнера, соответственно, я вам могу задать вопрос. Какого ваше участие в скандале? Какая ответственность на вас лежит за скандал? Какой вы внесли вклад в скандал? Здесь уместно было бы порекомендовать вам изучить в интернете психологическую игру скандал. Она так и называется. Вы говорите, что у молодого человека были слезы на глазах, он в шоке и не общался с вами целый день, не хотел вас видеть. Честно говоря, это свидетельствует о неуверенности в себе молодого человека. О том, что он на свой счет принял то, что произошло между вами. И вот здесь, не между вами простите, что это произошло между вами и вашим бывшим молодым человеком. То есть он увидел переписку и принял ее на свой счет. И вот здесь мне бы хотелось показать определенную связь. Молодой человек думал, ваш текущий, что знает вас, что знает какая вы, что вы с ним счастливы, что вам с ним хорошо, но переписка демонстрирует, что это не так. То есть переписка демонстрирует, что вам чего-то по сути не хватает со своим текущим молодым человеком. И в силу своей неуверенности в себе он принимает это на свой счет. Естественно, вы не отвечаете за то, что он принял это на свой счет. Это его проблема. Это проблема его восприятия себя, вас, ваших отношений. Это его проблема. Но ваша ответственность в том, что вы, вероятно, как я уже сказал, не раскрываетесь полностью перед молодым человеком декущим. Дальше. Значит, он остыл, текущий молодой человек. И вы поговорили. Вы сказали, что бывший мне не нужен, что любите только своего декущего молодого человека. В общем, поговорили, но осадок осталось. Он холоден к вам, и вы это чувствуете. Вы написали ему письмо, где выразили ему все свои чувства, на что он ответил, я тронут, ты мне тоже дорога. И вы спрашиваете, как дальше быть. Как дальше быть, чтобы что? Чтобы что, Дарья? Но вы написали письмо, выразили свои чувства. А если молодому человеку нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы отойти от этой ситуации, то просто дайте ему это время и все. Но здесь есть важная тревога по поводу чего-то. В частности, по поводу того, что он, молодой человек, стал относиться к вам по-другому. И это вас как-то задевает. Это вызывает у вас неприятные чувства, что его отношение к вам изменилось. Вопрос заключается только в том, какие чувства это вызывает раз, чем они неприятны два. Это уже ваш конфликт. Это уже ваше ответство за свое состояние, которое является зависимым в данном случае от поведения мужчины. При условии, что это поведение вызвано же вашими определенными действиями. Но, понятно, не в полной мере. Потому что вы говорите, что когда ранее вы написали молодому человеку другому, у которого есть девушка, из которой вы никогда не были в отношениях. Я так понимаю, просто чтобы пообщаться. Ваш молодой человек также отреагировал неадекватно. Также долго отходил. Говорит о том, что вы, вероятно, чувствуете себя несвободным молодым человеком из-за его ревности. И своими действиями вы его ревность только лишь подпитываете. Но не помогаете ему прийти к выводу о том, что ревность ведет в никуда. Всегда. Ваши отношения очень похожи на созависимых. Молодой человек зависит от вас, потому что ревнует, а вы зависите от него, потому что вам важны его отношения к вам. Какие-то вот свои собственные противоречия и конфликты каждый из вас решает сам. Ну, тут очень важно понимать, что для гармонизации ваших отношений необходимо желание обоих. И понимание обоими партнерами, то есть и вами, и молодым человеком, своих собственных проблем. Желание решать эти проблемы самостоятельно, не привлекая другого человека. Ну, за исключением разве что только поддержки. И все. Поэтому идеальным вариантом было бы, чтобы вы оба обратились к психологу совместно. И разобрали бы свои собственные страхи, трудности, противоречия и прочее. Это было бы идеально. Ну, пока вам столько стоит это сделать. Пока именно вам стоит отыскать свои внутренние противоречия, причины обесценивания своих потребностей, которые раскрываются только через алкоголь. Вот. Ну и некую вторичную, неосознаваемую выгоду того, что вы подсознательно провоцируете молодого человека на такое поведение. Или, там, второй раз, вы создаете ситуацию похожую, в которой у вас обоих похожая модель поведения. Вы чувствуете себя виноватым, он чувствует себя обиженным и так далее. Это плохой признак созависимости. Про созависимость можете также почитать в интернете, ну а после выбирайте психолога и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.